Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Мазинкули Плей, это проект, на котором я всегда играю, первый сервачок, всем советую начинать играть вместе со мной, все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, а для того, чтобы вам легче просто начать играть, конечно же, вводите мой промокод, за этот промокод вы получите 450 тысяч, вам просто нужно будет вкачать уровень и все, за эти деньги вы сможете купить себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом начать играть на данном проекте, ну а в этом ролике мы обсудим новые спойлеры, да и в целом спойлеры, которые выходили насчет будущего обновления, мы посмотрим все эти спойлеры, обсудим, как бы, возможно кто-то что-то не видел, возможно кто-то что-то видел, но видос обещает быть интересным, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита! И так, начнем я думаю, в принципе, с новой работы, которую нам показали на скриншотах, это получается будет грабитель, грабитель домов, как я понял, и за эту работу, вроде бы как, неплохо будут платить, возможно эта работа будет по скиллам, возможно она будет без скиллов, точной информации насчет этого в принципе нету, но как я понял, можно будет грабить коттеджи, и с коттеджем зарабатывать очень неплохие деньги, на скриншоте показан заказ, номер 120 тысяч, стоимость 74 тысячи за заказ, тип заказа обычный, то есть, скорее всего, это не конечная сумма за заказ, потому что, мне кажется, 74 тысячи за обычный заказ, это будет очень много, но в любом случае, работа обещает быть, я думаю, интересной и прибыльной, поэтому будем ждать, потому что я бы хотел реально уже поработать на этой работе, раньше была такая работа, кто не помнит, можно было раньше грабить особняки и просто обычные дома, то есть, это реально было круто, поначалу это было очень популярно, все этим занимались, но в итоге, потом все забили на это болт, и просто это улучшение, это обновление, просто напросто убрали, и как я понял, сейчас они хотят вернуть это назад, я думаю, система будет похожа на предыдущую, то есть, нужно будет там отмычки покупать, там всякие приколюшки, чтобы взламывать, в принципе, дома, и потом их в итоге грабить, как бы надо будет клавиши там нажимать туда-сюда, то есть, система, в принципе, я думаю, будет похожа на ту, что была давно еще, но будет намного лучше, наверное, намного интересней, скорее всего, то есть, будем реально ждать эту новую работу, я думаю, она поначалу, как всегда, будет популярная, ну, если все будет хорошо, то, в принципе, многие, я думаю, там будут работать, поэтому вот как-то так, следующее, что я хотел бы с вами обсудить, это, получается, будут новые дороги и отражение фар, это реально круто, наконец-то, Мазинг до этого дошли, потому что раньше были сборки, да и сейчас, в принципе, есть, в которых ты мог заменить дороги, мог заменить фары, а Мазинг в этом плане красавчики, то, что, наконец-то, они решили обновить эти дороги, потому что они реально уже надоели, они какие-то убогие, то есть, к ним уже все привыкли, и хочется реально чего-то новенького, хочется чего-то новенького, чего-то посвежее, и то, что они обновят дороги, наконец-то, это очень круто, Также они обновят, получается, отражение фар. Отражение, эффект фар, короче, называйте как хотите. И также еще будет новая машина. Вот такой вот замечательный Lexus. Я, конечно, не фанат и не любитель Lexus, но машинка, в принципе, симпатичная, новая. И я думаю, любители для нее в любом случае найдутся. То есть, видите, отражение фар совсем другое, не такое, как в обычной криминалке. Я думаю, вы это, в принципе, можете отличить спокойно. Но знаете, что мне не нравится? То, что задние фары никак не отражаются на асфальте. Вот я видел на других проектах отражаются задние фары. То есть, красный свет отображается на асфальте. Было бы круто, если бы на мазинге сделали так же. Потому что почему-то передние фары отражаются на асфальте, а задние почему-то вообще никак не отражаются и это немножко напрягает. То есть, хочется немножко больше реалистичности. И было бы круто, если бы задние фары так же само отражались бы на асфальте, как и передние. Следующее, что бы я хотел с вами обсудить, это, получается, будет новый интерьер. Какой именно, я вам честно сказать не могу. Скорее всего, это будет какой-то новый интерьер дома. Возможно, это будет коттедж. Возможно, интерьер, как бы, новой рублевки. Об этом мы чуть позже поговорим. То есть, интерьер симпатичный, прикольный, современный. То есть, мне реально очень нравится. То есть, сейчас на Мазинге есть рублевка Южного и есть рублевка Арзамаса. И там довольно-таки старые интерьеры, которым уже полтора года. И очень было бы круто, если бы там интерьеры заменили. Потому что, реально, уже пора. В особняке интерьеры заменили, красавчики. Реально, просто лучше. Но было бы еще круто, чтобы обновили интерьеры в коттеджах. Потому что они уже максимально старые. Максимально просто надоели. И хочется уже, наконец-то, увидеть что-то новенькое. Поэтому, я надеюсь, что в осеннем обновлении они уже обновят интерьеры коттеджев. Следующий скриншот, это, получается, в разработке. Я не знаю, добавят ли это в осеннее обновление. Но в городе Южный, как я понял, хотят добавить криминальную Рублевку. Вроде бы как, она так будет называться. Я не знаю, для чего это они хотят сделать. Ну, в любом случае, интересно будет на это все посмотреть. Но самое интересное, сколько эти дома будут стоить. Потому что, ну, как бы, жить в Южном, на Рублевке, ну, это реально жестко, пацаны. Это реально жестко, то есть, это будет какой-то свой, так сказать, эксклюзивчик. И я думаю, эти дома будут стоить очень дорого. Если вы посмотрите, эти дома отличаются между собой. Какой-то просто маленький, какой-то больший, какой-то очень большой. То есть, реально, там дома будут очень крутые, пиздатые. Ну, судя по скриншоту. Но, скорее всего, это дома будут, знаете, для таких, как бы, прям, очень мажоров, у которых там миллиарды. Следующее, что я бы хотел с вами обсудить, это, получается, хотят переделать полностью работу на шахте. Не знаю, в плане функционала, но в плане именно внешнего вида. Они хотят полностью поменять. И, как я понял, они хотят переместить эту работу под землю, получается. Чтобы была такая полноценная шахта. То есть, раньше, как вы помните, шахта была под землей. То есть, скорее всего, этот скриншот, если я не ошибаюсь, это со старой еще шахты. Когда она была еще там 2000... Не помню, в каком году, в 19-м, либо в 18-м, была шахта. И это именно скриншот оттуда. Также, я хотел бы с вами обсудить, наверное, самое просто интересное для меня. Это будет неоновая подсветка. То есть, RGB-подсветка будет. Я думаю, все видели этот ролик. Ну, реально будет RGB-подсветка. Я не знаю, пацаны, будет ли она в СТО. Либо они добавят эту подсветку на ивенте. Либо еще каким-то образом ее можно будет получить. То есть, точной информации, где можно будет купить, либо получить эту неоновую подсветку, никто, как бы, не знает. Но темка реально очень интересная, я считаю. Я давно еще предлагал это добавить. И вот, наконец-то, я так понимаю, они решили ее, в принципе, добавить. В чем, как бы, я их поздравляю, потому что это выглядит максимально круто. То есть, вы можете поставить себе либо однотонную подсветку, либо RGB-подсветку, которая будет переливаться. Вот, которая переливается, мне кажется, это самая пиздатое. И я бы хотел себе ее поставить на машины. Также нам показали в этом ролике то, что будет, получается, новая покраска машин. То есть, будет очень много вариаций. То есть, вы реально сможете выделяться. Вы реально сможете выделяться и подобрать себе любой цвет, который вы хотите. Любой оттенок там и так далее. То есть, будет новая система покраски. Ну, и последнее, что бы я хотел с вами обсудить, это то, что будут новые диски. Вот, это реально, пацаны, проблема. Потому что, вот, на мазинге, не в обиду, как бы, но, блин, хреновые диски, честно. Их очень сложно подобрать на машину. И хочется, чтобы было побольше, как бы, вариантов. Я не знаю, возможно ли это, хотя бы сделать, знаете, каких-то там, ну, 50 дисков, реально. 50 дисков, ебать. Было бы реально очень круто, я считаю, прям. Ну, максимально было бы пиздато. Потому что, вот, это вечная просто проблема. То, что не хватает дисков нормальных на мазинге, но хотелось бы, чтобы было больше, знаете, вариантов, больше возможностей себе поставить новые диски, какие-то пиздатые, понимаете. Там, BBS, чтобы были там много вариаций, там, Воссены, чтобы было много вариаций. Другие стили там и так далее. То есть, было бы круто, чтобы они реально добавили много новых дисков. Вот, реально, много просто. Ну, что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что в скором времени выйдет, наконец-то, осеннее, как бы, обновление. И мы, как бы, с кайфом на него посмотрим, как бы, поиграем. Я думаю, то, что разработчики нас, как бы, не расстроят в этом плане. И обново получится очень классное и интересное. Всё, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.